Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У меня сейчас будет прям какой-то бенефис Лены Миро, потому что первые даже вот несколько у меня статей от неё. И получается так, что в России слушают шнура, а читают Лену Миро, потому что она забила всё абсолютно в живом журнале. Прям вот сразу на первой странице, там штук 10 её статей. Ну, я скажу, что она правильно пишет. Вот, во всяком случае, вот в первой статье называется «Анна Заворотнюк, двоеточие, они всё через ф лжут». Вот так вот. Словно для того, чтобы подтвердить мои подозрения, семья Анастасии Заворотнюк начала бороться со лживыми сьми. Но смысл такой, что вот я вам тоже говорил, что несколько раз семья Заворотнюк говорила, что оставьте нас в покое, оставьте нас в покое, сколько можно, сколько можно. Вот, ну, а Лена Миро, она знаете, как это всё переначивает? Что тогда, если плохо всё, да, если всё время врут, что тогда правда? Вот. И она дальше говорит, что если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать заголовки, пойди и скажи людям правду. Ну, вот чего бы им не сказать правду? На самом деле так. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились. Я только добавлю одного подробного комментария от семьи, от семьи Заворотнюк. Ну, так оно и есть. И получается так, что они действительно хотят, чтобы они о них говорили всё время, постоянно. Я думаю так. О, у неё ещё видеоканал есть у Лены Миро, да? Ну-ка глянем, а чё тут? Она тут живая, что ли? Фитнес, Лена Миро, а-а-а, фитнес, гиперэкстензии, бла-бла-бла, болгарские сплит-приседания. Я знаю, что такое, ой, она страшненькая. Ну, ладно, какая есть. Сплит-приседания, это интересно, да. Ну, смотри-ка. Вот и всё, и спорт у неё, и наука, и искусство, да. Только она меня быстро выгнала. Я только один комментарий запостил, она меня сразу выгнала. Ну, я что-то плохо сказал. Вот, она мне, на самом деле, она мне не нравится абсолютно. Она циник, законченный, она пошляк. Ну, может быть, такие в России нужны. Ой, у меня сегодня много, а там ещё больше в конце будет. Да, вот фантазии женщины трудной судьбы про Альбину Джанабаеву. А, ну, это фуфло опять про девочек, ну, в смысле, как, про женщин, и что она такая, значит, морда кирпичом, а мнит из себя и так далее. Она всех ругает, кого только можно. Да, и третья, саратовский маньяк. Ну, тоже вот, и... Опять, она на первой странице, думаете, что я открываю-то, да. Полиция начала отрабатывать, это всё Лена Мирова, всех местных с судимостями. Когда они пришли к подозреваемому, спросили о девочке, он сказал, что знать ничего не знает. Весь город двое суток стоял на ушах, а он не знает. А через час подозреваемый дал признательные показания и показал, где тело. Вот они как искали, они просто этих самых таких местных с судимостями вытащили, и всё. Да, это очень просто. Ну, не знаю, так оно или не так. Ну, тоже она поднимает вопрос, убивать, не убивать. Проблему нельзя решить, разгоняя газом толпу. Ну, вообще-то, слезоточивый газ, это, конечно, круто. Саратов прославился. А, так, я не вышел из лифт-журнала, нашёл ещё одну статью, тоже популярного Варламова. Давайте вместе легализуем тему. Ну, вот он, знаете, о чём рассказывает. Я вам уже об этом говорил в прошлый раз, что девушку одну из Израиля взяли, да посадили на семь с половиной лет. Вот, в багаже она везла 9,6 граммов гашиша. Их совершенно не интересует, что она даже не выходила из транзитной зоны и не имела доступа к чемодану. А, им по барабану. Багаж бы она получила только в Израиле, где можно хранить для личного пользования до 15 граммов гашиша. Вот так вот. Ну, она вот пересекла границу России, нарушила закон. Значит, просили суд отправить израильтянку в колонию на 8 лет. Суд легко согласился на семь с половиной. Последние полгода Наама провела в СИЗО. О, так это не первый день, как говорится. Ей не помогло даже личное вмешательство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, который лично обсудил ее случай с Путиным. И ничего. По данным Иерусалим-Пост, Россия предлагала Израилю обменять из Сахарна петербуржца Алексея Буркова, которого подозревают еще несколько миллионов долларов с кредитных карт граждан США. Но Нетаньяху от обмена отказался, поскольку Верховный суд Израиля уже постановил экстрадировать Буркова в США. Да. Ха-ха. Но он предлагает легализовать марихуану. Ну, конечно, героин, вообще, вообще все наркотики легализовать, все, все. Пейте, ешьте, дышите, клей легализовать, да. Ну, клей вообще-то и так легальный. Пентагон заявил об обстреле Турции войск США в Сирии. Ничего, пельмень, да? Турки зашли в Сирию, стреляют налево-направо, попали в американцев. Министерство обороны Турции отвергло обвинение в обстреле на бурдательном пункте США. Не-не-не, нас там не было, не было, не было нас там. Никогда, вообще никогда, никого. Не знаю, что будет. Трамп ведь тоже сумасшедший. Майкрософт добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи, ну, для эмоций, да, но это вообще-то неплохо. У меня вот нет, у меня все время на Ютубе какие-то эмоции, а у меня здесь негде взять. Совершенно. У меня просто обычная клавиатура и обычный этот десктап. Ладно, хорошо. Ну, я так смотрите ставлю. В Германии случился второй за суть инцидент со стрельбой. Ну, надо же, опять стреляют, опять в Германии. Да что же это такое, а? Да. Интересно. Так. Вроде никого не убили. Я так проскочил эту новость. Ну, просто взяли и постреляли. Создан тест, который определит боррелиоз за 15 минут. Ребята, это очень, очень хреновый. Прямо так скажу. Боррелиоз, да, это клещи, ну, или как, клещи переносит. Да, вот укусил клещ, и можешь заболеть. Ещё это называется болезнь лайма. Может быть, слышали. И вот сейчас упрощается задача, потому что раньше было довольно сложно определять. Это инфекционное заболевание, передающееся клещами после укуса. если вовремя не оказать помощь, болезнь может закончиться параличом человека или даже летальным исходом. У нас энцефалита здесь я не слышал, боррелиоз бывает в Америке. Меня один раз клещи укусил. Как-то, каким-то образом, ещё с Мухтара, с прошлой собаки, наверное, пробрался на меня, укусил. У меня, наверное, с полгода не заживало это место. Ну, не заживало это место. Я уж думаю, вдруг у меня болезнь Лайма. оказалось, что нет. Так что, вот так. Чё тут ещё? К могилам родственников Заворотнюк приставили охрану. И это ещё почему? Раньше интереса-то не наблюдалось, но вот сейчас дежурит. Почему-то повышенный интерес со стороны журналистов. Ранее актриса часто приходила на могилу родственников. Ранее стало известно, что одно свободное место рядом с могилами отца и брата звезды моей прекрасной няней оказалась зарезервирована. А там и брат тоже помер, да? Ай. И правильно, Лена Мира правильно сказала, один раз дайте интервью, и всё. Ну, не хотят. Ну, не хотите, так не хотят. Ой, интересный заголовок «Прощай, человек, космос». Да, это про Леонова. Ну, я им рассказывал. Из-за мировой нехватки сырья приостановлено производство аудиокассет. Кому-то они ещё нужны аудиокассеты, смотри-ка. Не хватает главного компонента гамма-оксида железа. Вот это да. Единственный завод США, который занимается переработкой вот этого железа, да, большую часть года был на ремонте и так далее. Да. Смотри-ка, опять будут кассеты выпускать и пластинки выпускают. Да, точно. Бывший посол США в Украине Марий Йованович заявила Конгрессу, что её отставки добивался сам лично Дональд Трамп. Вы можете представить? О, ну-ка ему это отольётся. Трамп, смотрите, Иванович заявила Конгрессменам, что Трамп уволил её по необоснованным и ложным претензиям. Ух, 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 в прессу попало только вступительное слово Марии Иванович, которая до сих пор остается на службе Госдепартамента. Показания она давала на закрытом заседании. Теперь от Трампа закрывают даже заседание. Ничего, пельмень. Так, ну что тут ещё? Кенистий Бегун впервые в истории выбежал. марафон быстрее за два часа. Ничего, пельмень. Ну, Кени, они умеют бегать, они очень хорошо умеют бегать, но не засчитали, потому что, ну там, знаете, это было не в условиях открытого марафона, а просто вот он бежал и всё. Худой. Да, из двух минут выбежал. Ой, из двух часов выбежал марафон. Нифига себе. Мне бы часов за сорок пробежали. С остановкой на сон. Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась приостановки выпуска криптовалюты мессенджером Телеграмм Павла Дурова. Вот так вот. Американцы Дурова нечего. Ну, в смысле, не сам мессенджер, а криптовалюта. Ещё оштрафуют его. Так, власти потратят почти 5 миллиардов рублей на строительство культурных комплексов в четырёх российских городах. Ну, раз в рублей, значит, Россия, да? Калининград, Владивосток, Кемерово, Севастополь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Знаете, кто будет тратить? А-а-а, кто будет тратить? А-а-а, Тимченко, Тимченко будет тратить, потом Рутенберг будет тратить и кто тут ещё? Ну, в общем, все друзья, да? Угу. Ранее сообщалось, что общие расходы на строительство и оснащение комплексов могут составить 120 миллиардов рублей. Ух ты! Вот это да! Вашингтон и Пекин существенно продвинулись к достижению торгового соглашения. Ну, это кто говорит-то? Это Трамп, что ли, говорит? Да, да, Трамп. Ну, раз Трамп говорит, нечего слушать. Он всё время влёт. Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия. Я сейчас умру. Главное, всем остановить, всем. А если нам скажет руководство Сирии, то мы тоже уйдём. Значит, всем сразу, да? А нам, если скажет, Сирия. Ой-ё-ё. В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда. Ну, помните, да, которая изобрела аэробику-то? Она участвовала в акции против изменения климата. Она говорит, что меня вдохновила шведская активистка Грета Тунберг. Ничего, пельмень, старый да малый, да? Сейчас она молодец, Джейн Фонда. Она, это история, ребята, история, Джейн Фонда, этой истории. Актёры фильма «Ополчёночка» на Украине признали угрозой нацбезопасности. Да, ну, вот какой-то фильм был такой русский, трейлер, бла-бла-бла. Наталья Колоскова, Юрий Миронцев, Мария Перн, Анатолий Фалинский. Всё, они угроза. Их это, не буду пускать. О, ребята, Тойота впервые показала подзаряжаемый гибридный Тойота РАВчик. РАВ-4 будет ещё гибридный, но у него морда страшная. Ужас. Врач посоветовал тем, кто похудеть, диету Майи Плесецкой. Ну, это глупость, ребята. Я было крикнуло, а потом вспомнил, диета Майи Плесецкой, это, знаете, она как говорила, надо меньше жрать. Ну, не знаю, неумно, я скажу, неумно. Если бы было так просто, жирных бы не было. И я вот тоже поправился, потому что бросил курить, и сразу. Известный голливудский актёр умер в день премьеры фильма с его участием, Роберт Форстер. Да вы его знаете, хорошо, кто смотрел Твин Пикс, он там играет, шерифа Фрэнка Трумэна. Да, такой, серьезный такой дядечка. Сколько ему? 78 лет. Рак мозга. Умер, отдыхавший в Артеке российский школьник. Ну, это как вот так вот, может быть, 12-летний мальчик. Пока его привезли в больницу с диагнозом пневмонией, он через несколько часов взял, да помер. Ну, что вот они там думают? Артек ведь, Артек. Опа! Так, убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова. Вывезли его из Саратова. Ну, правильно. Ну, а вывезли куда? В Эндельс. Господи, в изоляторе города Эндельс. Ну, он не доживет до суда. Это Саратов. А Эндельс через дорогу от Саратова. Ну, через Волгу, в смысле, через мост. Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянный. Ну, вот зря вот такие фразы. Вот это мне уже не нравится. И он что-то говорил, что Европа в шоке от Петра Порошенко и так далее. Ну, зачем это? Зачем это? Не надо. Вот это не надо. Разжигать. Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России. Конечно, удобно, когда из одного места воровать. Это вообще, это класс. Я согласен. Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни. А-а-а, мы, говорит, не обсуждаем это дело. Нам вообще наплевать. Что хотите? Болтайте нам по барабану. Ну, вот так вот. Это я просто перевел, что он имел в виду. И все, у меня новости кончились. И смотрите, огромный ролик. Я его весь засуну. Ладно, смотрите, сколько хотите. Хоть весь, хоть начало, хоть конец. Называется кекс. Кекс от Нелли. Кекс. Тут женщины делают кекс. И это с канала Бакинские помидоры. И специально для доктора Влада. Очень приятно. Большое спасибо. Я хочу сказать, очень, очень они угадали эта семейная пара веселая из Баку. Угадали, потому что сейчас тыквы, вот сейчас же Хэллоуин, да, а на Хэллоуин тыквы очень много. А после самого... Ну, их просто ставят, а потом выбрасывают, да. Вот. Ну, русские не так устроены, и поэтому после Хэллоуина тыквы, которые остаются, их выращивают специально для Хэллоуина. Они идут вообще там по цене 10 копеек за тонну. Вот. Ну, приходи, бери, короче, да. Вот. И, ну, можно взять и что-нибудь сделать. Вот можно сделать вот такой кекс тыквенный, тыквенный кекс от Нелли. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад с вами. Смотрите про кекс. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вы на канале Бакинские помидоры. Сегодня мы будем готовить, точнее, супруга будет готовить уникальный кекс. Уникальный, очень пышный, очень вкусный. советую всем его. Я на съемке потратил более двух недель, чтобы получить разрешение. Так до конца и не получил. Поэтому снимаю почти секретные съемки. Кстати, вот эту вышивку тоже делала моя супруга. Так, заходим и сходу начинаем снимать, чтобы она ну, в какой-то степени застать ее врасплох. Она все слышала. Мы выложим отдельно, просто Я использую 250 грамм. 250 грамм тыквы. Это пол порции. Это на пол порции. Мы пробовали целую порцию сделать, но не так пышно поднялось. Поверьте, он поднимается очень пышно. И вкус тыквы вы не будете ощущать. Я вообще-то не люблю тыкву. Ну, иногда жареную мы кушаем, поскольку я... Ну, это очень полезное блюдо, да. И, по-моему, ты тоже не очень так любишь. Да, саму тыкву, вкус тыквы не... Иногда варенье из тыквы готовила. Ну, от тыквы зависит. Так, как видите, мы ее почистили, точнее, а не мы, а моя супруга ее почистила. Сейчас, Неля, что нужно делать дальше? Ее тыкву надо отварить и превратить в тыквенное пюре. Я пользуюсь микроволновкой. Ну, для этого ты нарезаешь, да, ее на мелкие куски? Для микроволновки удобнее твердый продукт нарезать кубиками, чтобы быстрее она смягчилась, приготовилась. Так же и картошку можно в тыкве превращать в микроволновку. Очень хорошо. Очень удобно иметь. Так, а это что, Нель? Это в тесто мы заложим, положим изюм или кишмиш, как у нас говорят. Перед этим его надо промыть и положить на бумажную салфетку, чтобы вышла влага. Так, а в микроволновке у нас еще продолжает готовиться не видно отсюда тыква. сейчас посмотрим, как она приготовилась. цвет поменялся, но очень мягкая. И вилкой легко раздавить, превратить в сырья. Прекрасно. Прекрасно давится. Она быстро варится. Интересно, она была как камень? Как камень, сырая, она очень крепкая, еле от кожуры очищается. А после того, как отваришь, нежная, мягкая. Вот и кекс поэтому, наверное, получается очень пышный, нежный. И главный вкус, я повторюсь, туз тыквы и цвет хороший дает. И вкус тыквы не ощущается. Вообще вы его не почувствуете. Очень хорошо. А потом что мы делаем? Теперь пусть она постоит. в одну посуду насыпаем сахар на песок и вбиваем туда яйца. Сахар надо вбить яйца. Вот двоица. Двоица. Это на полпорции двоица? На полпорции. Ага. На полпорции. Нам полпорции достаточно. И она получается лучше, легче и воздушнее, чем целая. Да. Я уже пробовала. Да. Я подтверждаю, что гораздо пышнее. То есть если вы делаете на большую семью, наверное надо в две. Вот я вам покажу форму. Кстати мы используем силиконовую форму. Прямоугольную форму. Силиконовую форму. Очень удобно. Ничего не прилипаете. Не бойтесь силиконом у многих груди. Так что пользуйтесь силиконовыми формами. Это абсолютно безвременно. Значит соль и да. Это мы все в одну посуду. Где-то в одну посуду сухие ингредиенты. Немножко силиконовую. И начнем рассеивать муку с разрыхлением. муку муку обидательно есть. Которую высыпали в эту посуду перемешаем. Так. Чтобы все было равномерно. Так. Она еще сделала какие-то секреты здесь. Есть оказывается в этом кексе. Это ты мукой обсыпала, да? Обсыпала. А для чего ты это делаешь? Потом когда кладешь его в тесто чтобы он равномерно распределился. Вот смотрите я это нигде не видел кстати ни в одном кулинарном рецепте. Это я не видел. Да. Очень интересно. Очень хорошо. Так. Посмотрим. электрический что называется? Расключен электросиль значит электрический. Пока я его не включу пока я его вручную. А вручную. Чтобы он не разбрызгивал. Хорошо. Теперь включаем и начинаем взбивать. Взбивать до пышного воздухного со столя не минут. Да. Уже пышное стало. влеваем туда растительное масло. Понемножку. Может можно целиком но я привыкла постепенно. Постепенно. Да. И тоже взбиваем. И она еще пышнее будет или сядет? Нет. Стоя не ходит все наоборот. Становится возбужденной. Интересно. Я думал наоборот должен идти. Как-то я слышала у Сталика Ханкишива он тоже сделал что-то из теста и он сказал если хотите чтобы получилось тесто хорошее когда сахар с яйцами взбиваете и масло нужно сразу объединить и взбиваете тогда тесто будет лучше. Да. Сталик вообще гений кулинарии. Сталик большой привет тебе от нас вот и жена пользуется своими рецептами не только я моменты некоторые использую хорошо ну вот тесто мы масло вылили последний раз раз делаем теперь надо в это тесто положить цикленное я никогда не видел как ты делаешь вот мне даже самому интересно как это все самое каждый раз интересно как это получается ладно хватит это так теперь включаем о как цвет поменялся кролочек в эту форму будем постепенно по 1-2 столовые ложки всыпать эту сухую смесь с мукой и перемешивать вручную ну не форму а из этой миски в это постепенно да и вот так слегка надо показать крупным на иноплан миксером нежелательно венчиком лучше вручную это секреты между прочим кулинарии я тоже об этом слышал наверное многие это слышали но посмотрите как оно сбивает может это поэтому так пышно получается вначале первые первая ложка с трудом конечно перемешивается так вот последний этап замешивания довольно таки долго прошло времени это на последнем делу там одну ложку муки и кишмиш изюм туда и сейчас замешивать с изюмом вот это довольно таки долго процесс пошел минут 10 наверное еще полпорции да но механизировать мы это не пробовали всегда она делала вручную наверное можно механизировать лучше вручную да чтобы воздушный наверное это один из секретов долго перемешивать не надо достаточно и еще наверное очень важный ингредиент делайте с хорошим настроением ну это основной ингредиент для всех для всех универсальный ингредиент это это надо вылить в форму вот силиконовую форму перед тем как вылить в него тесто в нее тесто можно слегка полоснуть холодной это уже ополоснул быстро это быстро мы включили духовку на разогрев до 180 градусов пока разогревается духовка мы значит форму с тестом поставили на железное решето который пойдет сюда духовку и желательно перед тем как ставить духовку эту форму слегка так подприхнуть чтобы тесто равномерно распределилось по форме хорошо посыпаем сверху своими разными такими специями специями у меня завалялись мак например я маком посыплю красиво смотрит цвет тесто красиво да не помешает во всяком так еще у меня кунжут семена кунжута есть но они правда бесцветные но еще ну для вкуса будет для вкуса тоже зачем видно все да еще есть семена вот аниса разъяна разъяна да они вот с таким особым запахом да у нее очень пряная и аккуратно сначала мало вы кладите если не понравится потом может не кладить но много сразу не кладите да она уже пробовала разогреется духовка духовка сообщила что разогрелась мы открываем и ставим нашу полу так ставим порцию закрываем ставим время где-то но вообще время сколько на пол порции уходит где-то около часа но я ставлю на полтора часа на всякие пожарные походу приготовления проверим но это не микроволнами ты как духовку да чтобы люди а то она у нас работает как микроволновка и как духовка режима микроволнов прошло где-то 47 минут 48 вот так вот видно что он поднялся да слегка подрумяился подрумяился ну теперь можно открыть духовку повернуть его ну давай местами опа опа красоту красоту между прочим так и будем проверять да как он поднялся здорово поднялся еще сырой да видно сырой сырой но ни в коем случае раньше нельзя открывать да это все знают на всякий случай предупреждаем не надо ни в коем случае раньше а то он сядет и все больше не поднимется и запускаем дальше вот сейчас сколько прошло времени прошло где-то сорок восемь или сорок пять минут да и еще сколько по твоему 48 прошло а готовится где-то около час около часа хорошо ну вот закончится сейчас откроем вот так вот прошло вот прошло ровно час вот прошло ровно час вот прошло ровно час да мы попробуем еще раз посмотреть проверить он еще больше поднялся берем если форма силиконовая желательно не отдельно форму брать до да 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 вот это очень интересное замечание опять проверяешь да ты опять что готова ну про глазурь еще ты расскажи да там ну вот пусть он постоит остынет этот пирог те кто не любят посыпать всякими пряностями сверху могут полить глазурью глазури тоже разные бывают например одна из разновидностей на пол порции вот этого кекса значит смешать пол стакана сахарной пудры с половиной или одной столовой ложки молока все хорошо перемешать добавить лимонный сок и опять все перемешать и уже остывший кекс залить это глазурью ну мы не любим да мы не делаем обычно это более диетические еще можно шоколадной глазурью ну это уже это уже разновидность в интернете уже посмотрят один раз я делала этот кекс в виде торта промазывала его да это интересно очень получилось она резала поперек вот так нет да вот так вот так поперек вот так на три части на три части да да и каждый слой смазал каждый слой смазывала кремом да скрепляла так да скрепляла скрепляла их а потом уже когда вы употребляете уже режете так очень красиво получается очень нестандартно очень красиво получается но торт этот крем желательно сюда использовать не такой калорийный сливочный а лучше ну что вот он тепленький еще не совсем остыл мы его вытаскивать супруга и ну не тут можно и чтобы остыл конечно вот обратите внимание как он выходит очень легко поверьте мы его до этого не вытаскивали шикарно так наш кекс остыл сейчас нарезаем мы его и посмотрим что у нас получилось так 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 покажи прекрасно а можно поломать его посмотреть вот ну конечно ооо какой вид это прекрасно это я попробую мммм отлично вкус хороший вкус хороший и кишмиши это раз побольше да и лучше даже ммм вот отличный кекс и самое главное я хочу еще раз повторится что на завтрашний день он да не портится не портится он такой же не сохнет его достаточно тряпочкой накрыть и смотрите какой пышный получился просто чудесный вот я надеюсь видно вам понравится делайте вы были на канале бакинские помидоры здесь готовят честно и со вкусом всем спасибо 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 о